Итак, всех снова приветствую, и мы попытаемся сейчас пройти вот это вот, Team Ninja Exam и на два пипла. Будет ли у нас такая возможность? Надеюсь, будет. Да, это уже опять другой чувак играет на этом. Кстати, у нас неплохие шансы, потому что если мы их убьем в первом раунде, то не придется, то есть Цунадо не сможет их подлечить тогда. О, Обицу надо убить. Интересно, он не себя полечит? А, себя, молодец. Значит, он вручную применял, потому что если на автобое, то он бы вешал иммунку на меня. Но это не так страшно на самом-то деле. Кстати, Кабза, он как делал? Он ставил этому чуваку вместо иммунки, он ставил ему контроль. То есть, и он автоматически тогда контроль вешает на кого-то, и то есть тогда уже полный автобой. Ну, хотя на меня щиты тоже неплохо так вешать. Видите, уже за один раунд как-то не особо получается убивать их. Кстати, а этот Херузен, это, по-моему, же не Эда Херузен. Да. Это, по-моему, тот Херузен, который бога смерти вызывает. Блин, это не круто. Он у нас кого-нибудь убьет в следующем раунде. Он уничтожил, что он уничтожил. ща воскреснет хирузен воскресла истину воскрес гавнюк что тут пишет блин чувак я чё блин врач ну серьезно такое вообще никто не знает если вы без таблеток можно было то таблетки от температуры бы не продавались логично лишь часть малиной там можешь попить еще чего-нибудь такое он короче как тогда болел так и сейчас болеет правда у него там школу закрыли вроде бы ну блин зачем я рассказываю это типа интимные вещи зачем он мне это рассказывает вот в чем интересно а но я у него спросил почему он рано пришел то есть он рано зашел в эту надо быть внимательнее и тачи нужно заполучить срочно кстати на самом-то деле и тачи сусаныч не так плохо самое прикольное в нем это то что у него есть контроль первом раунде ну то есть у меня не так много на самом-то деле нельзя которые могут контроль имеют первом раунде поэтому собственно такие вот его блин да убейте вы этого хирузена уже я надеюсь ты на него применишь данного он неплохо себя показывает короче температуру температуру если очень большая то в принципе можно ее сбить и это тупо льдом то есть логично температура значит лег но это только в крайнем случае потому что вы же понимаете что плохая температура это неплохо на самом-то деле то есть ее понижают ее не обязательно вообще понижать то есть какие проблемы от большой температуры только как какой-то дискомфорт и все но при этом если бы температура не повышалась той бактерии бы продолжали размножаться то есть бактерии ну обычный коронавирус говорят стойкий к высоким температурам но основное количество бактерий вирусов они в общем-то при большой температуре погибают и собственно это наш естественный способ у организма как бороться с болезнями как вот например пчелы шершня они его облепляют машут крылышками из-за чего накрывают и шершень вздыхает от температуры да то есть пчелы там какого-то там не знаю шершня или еще кого-то они убивают при помощи высокой температуры вот так вот живите с этим но если кто-то не знал наверное кашу все это уже давно знаете а убил отлично просто замечать всех но в общем то температура во первую большая это не так плохо если она не 41 градусов то в таком случае сбивать ее вообще можно не сбивать а просто сиди там лежит дома и не парся с этим совсем во вторых типа как бы легких способов нет ну типа есть таблетки есть лед вот два варианта что хочешь то и выбирай если уже ты решил что вот тебе обязательно надоест обязательно надо ее спить но тут все это тенсейные поэтому скорее всего у нас нифига не выйдет нифига ни с чем не выйдет а стойки можно было как раз заболучить какого-нибудь за ссоре например она мы его уже убили что не так уж все и страшно мог бы кстати на вот этих поставить все таки ну направить объем а я куши ну кстати так и не докупил ну это будет в отдельном видео то есть я хочу за бесплатно последний фрагмент кушины взять тут же у нас есть футсаки вот эти вот сакура и там это кушина продается капец 32 тысячи купонов потратил и так и не получил свои кушины что это за издевательство какому артуру чувак я я не пишу никому понимаете если человек не знает как написать на email как посмотреть в описании чтобы увидеть мой email то что он вообще может то есть понимаете такие люди которые не могут даже на email написать они же естественно не смогут и соблюдать правила то есть понимаешь если ты не можешь малого то как ты сможешь больше как ты сможешь заходить на мой на аккаунт короче дракона каждый день и так далее но это же ведь очевидно причем есть разница если человек отказывается от каких-то услуг то это не обязательно что он их не может делать а вот если он именно говорит я не знаю там что-то и так далее если я не хочу ну так не хочешь не надо в принципе не обязательно может быть ты можешь писать на email но ты не хочешь этого делать значит это твои проблемы если же ты не можешь что это как бы говорит о том что ты возможно много чего другого тоже не можешь просто нажать одну кнопку развернуть описание и увидеть там мой email и все серьезно я же специально его у меня же раньше и мэйла в описании не было а теперь под каждым видео он у меня есть понимаете и все равно люди в общем-то голливуде гарыч смотрите как ну вообще-то это более увлекательно чем до сессии мне кажется почему потому что в до сессии не такие родного разные ниндзя встречаются хотя там тоже там еще более сильные скажем так команды встречаются даст нас сняли все бафы это конечно не хорошо видите но мы успели прокастоваться поэтому не так уж все и страшно надо теперь попробовать добить остальных и и и и и и Продолжение следует... 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 то есть он безразличен это его сверхспособность ему похуй будете вы умолять он может вас короче пытать все что угодно вот это вот он может тоже делать не сомневайтесь в этом то есть это один из видов психопатии и то есть там в общем то смотря сейчас просто психопатами много кого называют забыл ну в общем психологическая патология это просто все что угодно можно назвать но в частности я подразумеваю именно в том плане что не испытывает эмоций не помню как это называется может еще какое-то психо что-то там не может кстати это так и называется психопатии кто его знает на самом-то деле вот обили но в общем то то есть и и на самом-то деле нужно логикой работать то есть а как там работать с этой логикой ахз нужно было быстро действовать на самом-то деле взять все захватить и так далее ну тогда бы было даже меньше геморроя то есть сбежал бы янукович а так теперь будет мадуро то есть янукович и мадуро есть два примера там где майдановцы типа действовали со стороны логики то есть начали они тоже попытались эмоциями но это говно ну короче узурпировала власть там проголосовала непонятно кто не проголосовал непонятно за что за диктаторские законы и в итоге вместе с элитами мне кажется что если бы в украинском майдане элиты бы не встали на сторону протестующих часть или по крайней мере то тоже такая же херня как беларуси попова то есть нужны люди которые как бы педерасты но вот правые какие-то вот эти националисты они зачастую смотрят со стороны логики то есть они не живут в каком-то розовом мире где типа вот это вот то что голливуд голливуде вам рассказываю я тоже когда-то в это верил вы думаете я в это не верю ну вот в том-то и прикол что я вижу что вокруг всякое дерьмо насилие и так далее травля а где-то там в аниме все так хорошо все так ярко и весело и то есть и как быть я думаю что то тут не так типа одни думают из-за этого что где-то там японии или же там в сша это вот там такая жизнь офигенная как в аниме на самом-то деле это не так и то есть не так как в диснеевских вультиках или там в фильмах допустим про счастливую какую-то американскую семью не так живется собственно в самой сша то есть там и копы могут тебя пристрелить просто так особенно если ты не того цвета кожи и так далее и тому подобное то есть понимаете не все так просто как кажется так вот я думал или проблема в том что типа в другой стране хорошо у нас плохо или второй вариант что в общем то я просто попал в такую атмосферу то есть это частное но это потом раньше развеялась то есть когда я например закончил школу пошел в техникум и там как бы то же самое то есть те же преподы бездарные те же короче травля всякие школа пидоры всякие короче сперматоксикозники и пидерастники и так далее быдло вонючая тупое злобное то есть и в институте ну как бы в институте просто это быдло заебали уже в других местах то есть они там обзавелись тех кто будет ебать им мозги чтобы они не ебали мозги мне поэтому травля можно сказать вот на втором где-то курсе института закончилась ну смысле меня-то вообще особо не травили но смысле такие вот притирки всякие там типа чтоб заебать кого-то там типа там нагадить как-то там ручку спиздить насрать в портфеле тогда то есть вот такая вот хуйня тупо животные животные причем в плохом смысле этого слова кошечка и собачка тебе специально гадить не будет именно поэтому многие любят животных больше чем людей а человек это то животное которое гадит ради удовольствия ну к сожалению ничего не придумано то есть типа вы скажете а почему я за демократию в этом случае за то чтобы не какой-то диктатор правил так в том-то и прикол что диктатор это с лучшие животных если в среднем по больнице животные может быть компенсируются немножко умными людьми вот например в украине там где-то 25 процентов относительно адекватных людей на смысле как адекватных те которые могут как того и кооперировать то есть 20 25 процентов но это хотя бы что-то при том что если диктатора выбираешь то как бы у него нету никакой ответственности это самый худший это собственно пидера потому что те кто лезут в политику это зачастую самые агрессивные самые подлые ушел и злобные мудаки и поэтому там всегда хоть выборный хоть тем более какой-то захвативший власть это вообще на крови получается власть или же она ему как-то досталось там по преемственности вот как в рашки то есть это жесть самая при самая жесть то есть самый власть худших так скажем это именно что власть худших так а чё у меня-то чё ладно но в общем то дело не в том что типа демократия хорошая потому что люди хорошие нет не потому что люди хорошие а потому что лучшего не придумано как черчилль говорю черчилль говорил что то демократия тоже говно но кому лучше знать что им нужно кроме как самим людям и да в демократии например, она должна быть ограничена, там, конституции какой-то и так далее, потому что люди, прямая демократия, я имею ввиду. Они могут проголосовать там за то, чтобы, например, все геев, например, кастрировать или еще что-нибудь такое. То есть, они могут притеснять именно меньшинство, потому что не забываем, что это быдло. Поэтому каждый раз, когда они такое будут пытаться делать, нужно, во-первых, там, философией руководствоваться, чего-то еще делать. То есть, например, что подобные... Нельзя там применять подобные ограничительные меры к каким-то отдельным группам населения. Вот это, кстати, очень интересное для меня. То есть, вот какой-то такой закон принять в Конституцию именно. Что, типа, если кастрировать, то или всех, или никого. Пожалуйста. Хотите кастрировать всех? Ну, может, даже за такое проголосуют, на самом-то деле. Потому что... Ну, за Зеленского проголосовали, и Путина когда-то кто-то избрал. Поэтому, собственно, в чем проблема проголосовать за собственную конституцию? Я думаю, нет никакой проблемы. И насчет того, что, короче, чувак один рассказывал, ну, позапрошлой, по-моему, или позапазапрошлой владелец дракона, что он там, типа, ненавидит Россию, ну, он, типа, сам из России. И, типа, даже больше, чем я ненавидит. Но... И говорит, что, типа, да, не вся проблема, типа, во властях, люди, типа, плохие. Да, люди плохие, как бы не только в России они плохие. Но, во-первых, все зависит от количества плохих людей. То есть, значит, сделано такое условие, в котором плохим быть выгодным. То есть, нельзя никому доверять, потому что тех, кто доверяет, они в этой системе порицаются. И действительно, проблема именно в системе. Как в системе образования, так и в правосудебной системе, и в коррупции, и во всем остальном. А потом люди говорят о том, что коррупция хорошая. Потому что она позволяет им там что-то в обход бюрократической машины сделать. Да, бюрократия, это тоже плохо, но то, что бюрократия плохо, это не значит, что коррупция хорошо. Просто бюрократы, это и есть коррупционеры. И они делают, разводят коррупцию специально, чтобы зарабатывать на ней деньги. Такие вот, в общем-то, дела. Ну и, в общем-то, что-то я слишком много говорю. А с чего мы вообще начали? Я уже забыл, с чего мы начали. Так вот, то есть, надо, чтобы выбора другого не было, и вообще, то есть, нужно отействовать логикой. Ну, надо там, где, где, в общем-то, ты можешь хорошо сделать. То есть, суть важнее формы, логика важнее чувств. Иногда. То есть, когда дело не идет в человеческой жизни, то логика важнее чувств. Если же ты, как бы, ну как сказать. Так, блин, я, походу, не то нажал, или, я не знаю, постоянно вот эта вот хрень может выскакивать. Жесть полная. Чё-то тупану. Я даже не знаю, как я эту штуку вызвал. Но она иногда вызывается. Эй, нажимай, чувак. Нажимай. Теперь 91 секунду ждать придется. Красава просто. Он АФКшить пошел. Ну вот. Эй, этот чувак пошел АФКшить. А самое главное, он спрашивал, типа, о чём мне делать, а мне нечего делать. Вы говорили, ну вот, я тебе дал, что делать, теперь он АФКшит. Красава. Ну, в общем-то, что я могу сказать? Я могу сказать, что нужно смотреть, то есть, то, что касается человеческой жизни, тут чувства могут превалировать над логикой. Ну, тоже нужно всё это сильно оценивать. Нет универсального варианта. Можно поступать, как бы, по логике и по чувствам. Как я говорю, есть пословица, живёшь по логике, так, а, живёшь по логике, ты быдло, а коль по совести дурак. А, нет, повыгодь его. Живёшь по выгоде, ты быдло, а коль по совести дурак. То есть, дурак, это тот, кто, типа, слушается эмоции, хочет, чтобы ко всем хорошо относиться, там, любить, там, верить в победу добра вечную, и так далее. Это вот дураки так поступают. Я таким тоже в детстве был. А если по выгоде тупо, то есть, ну, быть беспринципным мудаком, который идёт на всё ради бабула и личного удовлетворения физического, или чего-то подобного, то, типа, вот так вот поступает именно вот это вот злое быдло. У нас в Украине что-то среднее. В основном у нас доброе быдло. Ну, то есть, такое, которое, типа, и дураки, и как бы, с жилкой с какой-то. Предпринимательской, что ли. Или я даже не знаю. Ну, в общем, что я могу ещё сказать насчёт этого. Вот почему, собственно, суды. Суды, они как раз именно подобные вещи должны решаться. То есть, судебная власть решает, типа, можно ли, например, издавать законы. Ну, и вообще, то есть, по крайней мере, на западе она влияет очень сильно на вообще возможность принятия каких-либо законов. То есть, можно ли притеснять человека за то, что он там... Можно ли вообще притеснять человека за то, что он там кого-то не того ебёт, не в то место. Или, ну, даже с согласием. Или там, например, можно ли притеснять человека за то, что у него там другой цвет кожи. и так далее этому потоку. Ну, и не только это, конечно же, но это просто классика. Самый такой классический вариант, где это выступает в хорошем смысле. Но, тем не менее, как вы понимаете, судьи бывают плохими, и вообще, как бы, судить, по идее, никто не вправе. и то есть, раньше судов никаких не было, и как бы, да, в чём-то было хуже, в чём-то лучше. То есть, у нас появились огромные вот эти вот суды, тысячи человек, а при этом эти тысячи человек могут заниматься тем, что притесняют, например, какие-нибудь меньшинства, вместо того, чтобы, типа, наоборот, их защищать. То есть, потому что эти вот тысячи человек это люди, и то есть, если он шовинист, то, как бы, будет решать, как шовинист, и никакой справедливости в суде не будет. Так что, есть ли смысл в таких судах? То есть, в итоге, у любой системы может быть тёмная версия и светлая версия, ну, или там, злая и добрая версия. То есть, конечно, люди пытаются, когда создают какую-то систему, зачастую, вот эти вот, всякие диктаторы, они не создают никаких систем, они, наоборот, их разрушают или паразитируют на готовой системе, как Путлер какой-нибудь, или Укашеску и так далее. Укашеску на совковой системе, и той белорусской, а Путлер, собственно, на Рашкинской, Ельцинской. И так далее. То есть, они никогда не создают, а те, кто создают, ну, или, ну, да, они сами не создают в принципе никогда, даже если хорошие. В основном, те, кто пишут системы, это не те люди, которые ими управляют. То есть, лидер, это не тот, кто создает системы. Я себя вижу больше составителем системы, чем ее лидером. Потому что, собственно, за меня никто не проголосует, и я сам не хочу власти. и составители пытаются, собственно, создать такую систему, чтобы ее было трудно узурпировать, чтобы она была справедливой, и так далее. То есть, создают ее философы какие-то. То есть, как Платон там, придумывал государство его, труд. Типа, что вот, нужно, чтобы, типа, аристократия правила, что-то там. И вообще, философы. Ну, философ считает, что должен править философ. Там, земледелец считает, что должен, эээ, земледелец управлять. А, как бы, а солдат, у него есть оружие, и поэтому он на самом деле правит. Потому что он может просто убить всех, кто не согласен с тем, что он правит. Поэтому, вот эта вот фигня, вот эти вот суды, и все остальное, это проявление, как раз таки уже, это проявление, вот это вот, ну, эмоций, вот этой вот, ну, то есть, это нелогичная штука. А, как раз таки, насилие, это проявление логики. Ну, то есть, логическая сторона нашего разума, это как раз таки темная сторона. Но, она тоже может быть полезной, и хорошей, потому что эмоциями тоже можно манипулировать. Ну, в общем, все это очень интересно. Опять же, те же обманы, и наука, ну, наука и обман, это все проявления логики. То есть, можно сказать, что наши вот эти вот эмоции, они довольно-таки бесполезные, в основном, они нам только зло приносят. Ну, по крайней мере, мне они только зло приносили. Только страдания, там, когда, например, влюбился, безответные, или там, доверил кому-то, он тебя предал, и так далее. То есть, но при этом, всякая вот эта вот культура, пытается, как раз таки, взывать к нашим эмоциям, чтобы эти эмоции нам, пришли, и, как бы заставили нас поставить, например, лайк под каким-то видео, которое, которое задело наши чувства. Вот эти вот все истории, вот это искусство, это все именно эмоциональная фигня. Вообще, я замечаю, что часто, чуваки, там какие-то философ, я помню, я не помню, в каком ролике это говорилось, но, в общем-то, чувак, философ, говорил, что вот, у нас, типа, мозг устроен так, что у нас есть вот эти вот эмоции, и логика, и, как бы, да, они не особо-то разделимы, но они все-таки чем-то отличаются. Логическое мышление, эмоциональное. Ну, и, в общем-то, что я хочу сказать, насчет этого. Да, надо файфкаде Матару прерывать, это самое главное. И, то есть, это, как бы, противопоставление идет. То есть, для того, чтобы что-то решать, нам нужен какой-то выбор. То есть, если у нас только, например, чувства есть, только эмоции, то мы будем руководствоваться только ими. И мы очень предсказуемы. То есть, ты точно знаешь, что человек, если он почувствует эмоцию там, то он побежит и будет следовать этой эмоции. А если у тебя есть эмоции Оика, то у тебя они сражаются в голове каждый раз, когда нужно делать выбор, чему ты будешь следовать. И вот это делает, во-первых, людей более непредсказуемыми, во-вторых, то есть, опять же, Оика добавляет такие вещи, как ложь, как любознательность. Вот почему ботаны, они очень такие хитрые, как змеи вот эти вот, язвительные и так далее. То есть, потому что та же Оика, которая отвечает за, например, выучивание каких-то формул математических и понимание каких-нибудь полиномов Лагранжа, или преобразований Фурье, эта же Оика, она отвечает и за всякие, не знаю, хитрости, обманы, язвительные, там, выражения, которыми можно уколоть противника. И, кстати, чем дальше, тем более выгодно становится этим ботаном быть. Ну, то есть, какой-нибудь качок тупой, он не может просто взять и отпиздить ботана, потому что в современном мире, в некоторых странах, по крайней мере, его потом могут, типа, посадить в малолетнюю колонию или наказать как-то и так далее. Ну, и то есть, это как бы такие вот вещи. Но это, если говорить о злых проявлениях. Вот почему, собственно, вот я заметил, да, вот эти вот герои, которые, герой, который тупой и при этом просто сильный и за счет грубой силы он побеждает типа злодея, а злодей типа умный, это как раз-таки противостояние получается логики и чувств. И самое главное, что на самом деле всегда побеждают наоборот, побеждает всегда логика. Собственно, самый главный пример, когда побеждела логика, это когда, собственно, европейцы колонизировали весь земной шар, то есть, там все страны покорили, империи понастроили. Собственно, поэтому вы должны понимать, что логика в жизни всегда побеждает. А вот эта вот фигня про героя, который тупо кулаком разъебывает там все планы злодея, это придумано, потому что вот этим вот глупым людям, которые, собственно, ну, основной части людей, которые не могут в логику, например, которых все устраивает, им хочется, чтобы так было. То есть, искусство, оно нам показывает не как есть в реальном мире, а как людям в душе как бы хочется, чтобы было. Но я почему-то в детстве мне этого никто не объяснил, и я сам не догадался, я, то есть, ну, вы поняли, аутист, там, все дела, шизоид. То есть, я думаю, ну, типа, показывают, наверное, это полезно смотреть эти фильмы художественные, и типа, там, наверное, показывают настоящую жизнь, а нет, оказывается, что нет. Слушайте, это философское видео у нас получилось в итоге. Я хотел это в отдельном видео каком-то показывать, ну, то есть, сделать отдельное видео по этой фигне, но, может быть, уже и не сделано. Ну, в общем, что я могу сказать. Я могу сказать, что я не против чувств. Я признаю, что логика бывает злой, но, увы, скажите спасибо, Яхве, логика всегда побеждает. Вы же типа в аврамического бога веруете, ну, значит, вы должны быть за логику, потому что он за логику. За эгоизм, и за всякую херню подобную. А не за ваши, короче, эти животные какие-то штуки. но единственный выход это как-то логику свою иметь, но ее обуздывать, то есть обуздывать логику, быть сбалансированной личностью, так скажем. То есть видеть все проблемы какие-то и ну, проблемы в смысле того, что где невозможно быть